Мотоциклы участников и автомобили сопровождения растянулись на сотню километров. Выехав из Сургута в 8 часов утра, первый экипаж преодолел свыше 450 километров и прибыл в Губкинский. Первый остановочный пункт маршрута. И если Сургут провожал путешественников комфортной для зимы температурой минус 10, то Губкинский встретил сурово. Едем, сами не знаем куда, даже айфоны замерзают. Сколько у вас сегодня градусов? Около 30 сейчас. Нормально, так комфортно едем, мягко. Эти путешественники привычны к таким условиям. Это уже третья мотополярная этнографическая экспедиция. Уже пройдены тысячи километров от Тюмени до Ямбурга, от Уренгоя до Воркуты. И вот третий маршрут – Сургут, Салихард, Сургут. Протяженность 3000 километров. Проверить себя может, проверить друзей, проверить технику. Посмотреть на улыбающие лица. Каждый водитель едет и улыбается. Кто-то показывает так, кто-то так. Интересно. Это наше увлечение, чем мы живем, болеем и так далее. То есть мотоциклы, путешествия, дороги, преодоление каких-либо, не знаю, препятствий, погодных условий. Или наоборот, непогодных условий. Какой бы ни была любовь к путешествиям и этнографии, экстремальные температуры, казалось бы, должны были охладить пыл байкеров. Но не тут-то было. Главное – хорошо утеплиться. Хороший снегоходный костюм, хорошее термобелье. Такой вот плащик снегоходный. В принципе. Жилетка эта меховая, это так, для, можно сказать, антуража. Денис Кокарев уже не первый раз бороздит просторы севера. А вот еще один участник экспедиции Павел Блюденов, он впервые пустился в такой путь. К своему мотоциклу «Хонда» для устойчивости прикрепил люльку от советского «Ижа». Есть много других усовершенствований, чтобы было комфортно и безопасно ехать по зимним дорогам. Мы прикрутили защиту, надели ветровики, чтобы не дули ноги, коленки. И на руки надели ветровики, поставили обогреватели ручек и сделали выход для обогрева шлема. Голова в тепле, для рук придуман специальный способ обогрева. Не знаю, как остальные части тела при езде в 30-ти градусный мороз, но руки у водителя точно не замерзнут. Здесь установлен электроподогрев рукоятки мотоцикла. Кроме того, надевается вот такая вот шуба, которая застегивается. И вот если сюда засовываешь руки, то никакой мороз уже не страшен. Тепло, действительно тепло. Члены экспедиции подчеркивают, тепло становится и от улыбок людей, которые встречаются на пути. Я сегодня ехала и наблюдала, как люди снимали на сотовые телефоны наших мотоциклистов. То есть, когда проезжали, они делали так, вау, пассажиры. То есть, это было вот столько позитивной и положительной энергии, которую я лично запомню надолго. Впереди у путешественников длинный путь. И, несмотря на то, что утром температура понизилась до минус 38, байкеры продолжили свою экстремальную экспедицию, чтобы успеть к празднику крещения. Такую они поставили себе задачу – к 19 января вернуться в Сургут. Надежда Кияшко, Алексей Магин, Александр Анфимов. Новости Губкинского.